Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем тему Subjunctive 2. Нереальное условие в настоящем времени и в прошедшем времени. Предыдущее упражнение у меня было исключительно на Present Subjunctive 2. У меня сплошь и рядом были одни условия нереальные в настоящем времени. Теперь меня интересует второе упражнение. Выскажите сожаление или какое-то нереальное желание о событиях в прошлом. Ага, если у нас события в прошлом, значит у нас будет работать правило с Subjunctive Past, Past Subjunctive 2. Вот это вот дело. То есть у меня, грубо говоря, во всех моих предложениях будет Past Perfect. Относиться это все будет к прошедшему времени. Это будет нереальное условие. Напоминаю, что Present Subjunctive 2 – это нереальное условие настоящего, он выглядит как Past Simple. Past Subjunctive 2 – это нереальное условие в прошлом, в принципе оно другим там и быть не может, и выглядит он как Past Perfect. При этом все вот эти вот вещи насчет того, что выглядит как Past Simple, выглядит как Past Perfect, очень умозрительны. Потому что на самом деле это не есть Past Perfect как таковой. Это есть Subjunctive 2. Просто он так вот похож на Past Perfect. Итак, I went home earlier yesterday, if only you hadn't gone home earlier yesterday. Да. Я пошел домой раньше вчера, если бы только ты не пошел домой раньше вчера. Вот как-то так. Итак, читаем ситуацию, вникаем, составляем себе мнение, что же именно автор желает, какое условие у него нереальное, что же у него тут нереального и делаем предложение. Итак, первое предложение. I didn't know the answer. Я не знал ответа. Значит, If only, If only, Дальше я ставлю Past Perfect. I had known, Had known, The answer. И все, дело сделано. То есть, с одной стороны я пишу вещь прямо противоположную реальной ситуации, с другой стороны я обязательно ставлю свое действие в Past Perfect. Далее второе предложение. We hadn't got any money left then. У нас не осталось денег. Значит, посыл такой, что желательно, чтобы деньги были. Итак, I wish. Я поставлю I wish. Обратите внимание, что I wish у меня всегда в настоящем времени. Ему все равно, к какому времени относятся мои условия. Что к настоящему, что к прошедшему. Он не меняется. Не будет у вас I wished. Такого не будет. Будет всегда I wish. I wish we had... Дальше интересный пассаж получится. We had had. Это Past Perfect глагола have. We had had some... Уже some, потому что здесь утверждение, там было отрицание. Some money... Money left. И все. Далее. Unfortunately, I spent all my money. К сожалению, я потратила все свои деньги. Unfortunately у меня вылетит, естественно. Здесь у меня будет had spent. И у меня получится такое. If only... If only... Дальше I... И дальше мне надо... Здесь у меня утверждение, значит, мне надо сделать отрицание. I hadn't spent all my money. All your money. Sorry. Это я еще и чужие деньги потратила. All your money. Жаль, что я потратила все твои деньги. Вот так-то. Далее. It's a pity. Кирилл didn't see us. Очень жаль, что Кирилл нас не видел. Итак, у меня это будет выглядеть, как... Значит, что мне тут делать. Яйца пяти ясно вылетает. И у меня здесь будет past perfect. Итак, I wish. Я поставлю I wish. Далее Кирилл. Кирилл. Далее мне надо убрать отрицание. Мне надо прямо противоположную реальности ситуацию. И past perfect had seen. Had seen us. Вот и все дело. Далее. The cashier forgot to give us a check. Кассирша забыла выдать нам чек. И, следовательно, у меня будет такая вещь. Так, где бы мне это написать? Так. Книга старая, поэтому здесь лексика достаточно устаревшая. Ну, как бы там ни было, суть одна и та же, поэтому тут дело такое. Не будем придираться к отдельным словам. Далее. We had to pay for the book twice. Нам пришлось заплатить за книгу дважды. Значит, I wish we had not had to pay. Здесь очень интересно, потому что здесь had выступает аккомодальный глагол. Итак, I wish или if only. Это дело такое. We hadn't had to pay for the book twice. Едем дальше. Следующее. На собрании Кирилл меня очень сильно критиковал. Следовательно, моя мысль такова, что мне жаль, что он меня критиковал. Я не хочу, чтобы он меня критиковал. И поэтому if only... Я здесь напишу уже. If only... Это будет седьмое. If only... Кирилл. Опять Кирилл. Hadn't... Criticized me. Why didn't you interfere? Почему же ты не вмешался? Здесь у нас интересная ситуация. На первый взгляд непонятно вообще, о чем идет речь. И, собственно, где же мне делать мой passive junkie? Где же его? Значит, давайте подумаем, о чем идет речь. Иногда в предложении посыл, вот этот желаемый, довольно сильно может быть спрятан. Почему ты не вмешался? Значит, я бы хотела, чтобы ты вмешался. Следовательно, жаль, что ты не вмешался. Вот такая вот логика. И поэтому if only... Восьмое. If only... You... Had... In the field. In the field. Здесь желательно поставить if only. И даже восклицательный знак можно поставить. Ибо if only всегда более эмоционален, чем I wish. I wish такой, как бы сказать, флегматичный, что ли. Кирилл was telling lies on me. Кирилл врал обо мне. Лгал на меня. Что-то такое. Возводил на меня какую-то напраслину. Короче говоря, если бы только Кирилл обо мне не лгал. Так, девятое. If only, опять же. If only. Кирилл hadn't told lies on me. Вот. И тоже восклицательный знак, дабы немного эмоций подбавить. Далее. Так. Что здесь еще? Кстати, здесь у нас стоит продолженное время. В принципе, я могла бы поставить hadn't been telling. Ну, как вариант. Вот таким образом. Иногда можно так делать. Ничего в этом страшного нет. Если вы хотите сохранить процесс. Далее. Why didn't you interrupt him? Почему же ты его не прервал? Это все в продолжении. Это как бы контекст. Итак, десятое. If. If only. You. Had. Interrupted him. Вот таким образом. Здесь очень хорошо видно, что эти все действия не совершились. То, что она хотела или он хотел. Это все не совершилось. Это все желаемое. You spoke very goodly to Kirill. Значит, if only you had spoken, вернее, if only you hadn't spoken, so were you to Kirill. Я вместо very поставлю so. You were not nice to me either. Значит, здесь тоже получается так. Нам надо как-то так его красиво переделать. If only you had not been. Или... Нет, не так. If only you had been nicer to me. Вот так вот. Вот это стоит записать. Значит, вот это вот двенадцатое я сюда поставлю. If only... Здесь замаскировано так все это. Это you had been nicer to me. To me. Вот. Either. Ну, хотя either тоже можно сохранить. Either. Вот так вот. Either здесь не очень желательно было бы, конечно, ставить, потому что здесь-то отрицание. Здесь оно вполне естественно выглядит. Здесь, наверное, было бы... Нет, все-таки я его здесь уберу, потому что это нарушение правил. И здесь можно было бы поставить had also been nicer to me. Или to можно было тоже поставить, тоже. Или as well. Я поставлю лучше as well. Далее. Why did you arrive so late? Почему ты прибыл так поздно? Значит, I wish you hadn't arrived so late. То есть просто отрицание и все. I didn't know what to tell. If I only had known what to tell. Здесь все просто. The teacher didn't appreciate my behavior. If only the teacher had appreciated my behavior. То есть если бы только учительница оценила по заслугам мое поведение. Вот такое вот упражнение. Маленькое да удаленькое. Интересное достаточно. Это из книги о наклонении глагола. Книга так и называется Moods. Ссылка на эту книгу есть в описании видео. Равно как и ссылка на скриншот тоже в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!